Друзья, всем доброго времени суток. Сегодня мы с вами будем готовить фаршированные болгарские перцы. Фаршируют перец все по-разному. Я просто хочу поделиться своим рецептом. Спасибо за внимание. Если кто делает по-другому, пишите в комментариях, мне будет интересно. Буду брать на заметку. Ваши советы. Нашинковала я лук с морковкой. Сейчас я это все обжарю. Потом половина у меня уйдет на фарш, а половина на подливу, в котором будут тушиться наши перцы. Поэтому надо приготовить сразу лука и морковки побольше. У меня пол килограмма фарша. 150 грамм сырого риса взяла, отварила, добавила к фаршу. Но это уже по вкусу. Кто-то добавляет побольше риса, кто-то поменьше. Лук с морковкой пережарился. Дам немножечко ему остыть. Добавила к фаршу. Посолила, поперчила, добавила укроп. Можно добавить любую зелень. Любые приправы ваши самые любимые. Все это дело хорошо перемешала. Немножечко отбила. Я фарш всегда отбиваю. Перцы приготовила, помыла, почистила, нафаршировала. Вот такие получились веселые перчики. Перцы подготовили, ну а пока займемся соусом. Нарезала помидоры, но это по вкусу. Можно и без них. Или заменить кетчупом или томатной пастой. Кому как больше нравится. Затем я положила сметану, 3 столовых ложки. У меня сметана домашняя. Если в сметане не уверены, лучше ее добавить в конце. Соус готов. Перчики сложила, залила соусом. Где-то там они у меня всплыли, где-то перевернулись. Ничего страшного. Начинка с них не выпадет. Перцы закипели. Я накрыла крышкой и оставила тушиться до готовности. На медленном огне. Можно также перцы готовить в мультиварке. Поставить на режим тушения. На гарнир я приготовила пюре. Сверху полила соусом. Он получился таким овощным, вкусным. Вот такой у нас сегодня будет обед. Всем приятного аппетита. Кто тоже садится за стол. Всего доброго. Хочу вам кое-что показать. Коля, когда садимся кушать, а на столе нет солонки с соли, про которую я часто забываю, он всегда предлагает принести лестницу. Ну, как бы сверху на стол посмотреть. Чего же там не хватает? Стала звать Колю потом на обед. Выглянула в окно. А тут вот что. Сразу про солонку и вспомнила. Вот такой у меня муж-юморист. Зато теперь про соль не забуду точно. После обеда, конечно же, у нас десерт. Конечно же, арбуз. Вот не только мы кушаем. Кушай, кушай, кушай. Дай шкурку, ай, ябрик. Дай. Дай. Ай, ябрик, дай. Дай, дай шкурку. Дай сюда. Дай шкурку. Ой, ты молодец такой. Дай шкурочку, дай. Ай, ябрик. Не доел еще. Видишь, как он показал, что он еще не доел. Ай, ябрик, поел. Сейчас Ники арбузика тоже дадим. Ники, иди, арбузик. Иди. Сидеть. Иди около себя. Вон там садись. Сидеть. Сидеть. Давай, молодец. Сидеть. Вот. Кушай. Сидеть. Все, молодец. Культурно съел. А остальное не стал есть. Молодец. Сегодня у нас торжественное открытие сарая, навеса куриного. Все тут забетонирован, вход забетонирован туда в курятник. Все, сетка закрыта. Все тут у нас красиво. Это, вот это мы так и оставим. Вот это все Коля побьет. Будет вон там, как вдалеке у нас там меленько уже сделал. Вот так. Это чтобы курицы тут бегали, рылись. Сюда залу будем всыпать. Если дождь будет попадать, чтобы впитывалось, чтобы не шло на забетонированную часть. В общем, вот так. В следующем году у нас цыплята будут здесь перегородим, чтобы они тоже в камушках рылись. В общем, Коля, вот такая тут еще большая работа предстоит. Вот это все перебить. Все камни. Так, курицы, кто идет на приемку? Кто из вас пойдет принимать объект? Давайте. Вперед. Ну что ты вот кричишь? Это она, наверное, всех созывает. Пойдемте. Нам открыли. Открыли нам дополнительно. Сетка убрана. Вот теперь тут им как раз сейчас дожди будут идти все чаще и чаще. Им тут будет хорошо. Будут прятаться под навесом. Кормушку поставили. Воду сейчас нальем. И все. Ну все, объект сдан. Только что-то не идут на приемку наши жители. Вот это вот, которая кричала, корочка. Так, она. Она, наверное, да, бригадир она идет принимать. Пошла, смотрит, проверяет отмостку, надежно или нет. Думает, стоит, смотрит, подписывать или нет. Там же все было раньше закрыто. И поэтому они сейчас не решаются туда пойти. Новое место. Но петух увидел кормушки. Ну-ка, Петя, веди своих дам. Покажи им свои владения. Давай. Ну все, объект принят. Во главе стоит Петя Петушок. Петя Петушок зовет своих курочек. Призывает их не бояться, осваивать новую территорию. Некоторые две смелые. Вот та чернушка, самая смелая. Уже подошли тоже, пробуют. вот петя молодец клюет себе правильно кушай петя кушай вот уже гребут они в камушках красота раздолье давайте все подтягивайтесь еще одна пошла что тут такое творится идет идет мадама молодец еще курочка вот сейчас все будут молодцы молодцы курочки не бойтесь гуляйте скребут вовсю молодцы но все акт приемки подписан закреплен печатями объект сдан полностью в эксплуатацию и принят куриной бандой посмотрите где у нас пир несут яйца вот этот старый сарай вот они на нем у них там есть курятники гнезда стоят все как положено а им нравится на крыше вот тут нестись у нас даже один раз кучка тут сидела вывела цыпляток мы тут стояли чтоб они цыплята не выпали вот пошла дальше смотрите какой у нас дождь дождя когда дождь идет он всегда вот так наблюдает ему нравится у нас сегодня дождь прошел очень сильно очень видите какие ложи кругом некие что там дочь на улице идет сильный